Это комната Олега. Здесь Олежа провел все свое время, детство. В комнате Олега все осталось так, как было при его жизни. Будто он просто выбежал, как раньше погулять с друзьями, скоро вернется. Игрушки, которые мальчишка собирал сам. Последний фотоальбом с выпускной записки родителям. Нежный и добрый мальчик постоянно делал такие сюрпризы своим близким. Дорогая мама, я тебя очень люблю. Да, он писал очень много. Олег как будто торопился жить. Душа компании самостоятельно. Он учился в музыкальной школе, плавал, занимался поделками и рисованием. Девять месяцев назад Олегу поставили страшный диагноз – остеосаркома плечевого сустава четвертой степени. И началась борьба за жизнь. Десять сеансов высокодозной химиотерапии не улучшили состояние. Родители хватались за все соломинки. Помогло лечение в Китае. Потом опять ухудшение. И снова поездка в клинику Харбина. И там уже констатировали легкие у ребенка сплошные метастазы. Чтобы вернуть мальчишку домой в соснооборств, потребовались невероятные усилия – обращение к Астахову и Шойгу. Никто не хотел брать на борт ребенка, который уже не мог самостоятельно дышать. После возвращения Олег прожил еще девять дней. Последние его слова – «Мама, за меня не переживай. Я ухожу к Боженьке, а ты помогай теперь таким, как я». Я говорила о том, что, Боженька, если ты меня исцелишь, я буду помогать всем деткам и людям, которые во мне будут нуждаться, потому что мне сейчас помогают, за меня сейчас молятся. Я также буду ходить и помогать всем деткам, и буду молиться за них и делать добрые дела. Узнав, что у хосписа проблемы с концентраторами, родители Олега сразу же решили отдать аппарат, который поддерживал жизнь сына последние дни. Сын бы одобрил. Да эти люди-то знают точно, что в наше время бороться с болезнями, увы, можно только всем миром. В лечении Олега тогда собирали деньги тысячи незнакомых людей, проводили благотворительные концерты, просто молились и поддерживали морально. Я желаю всем деткам и всем людям, которые сталкиваются, и родителям, чтобы верили в то, что люди, они добрые. Мы все добрые люди, просто из жизни немножко мы идем не в ту сторону. Огромное спасибо очень признательным людям, что с чуткостью, может сказать, относятся к проблемам, пускай бюджетного учреждения, но по крайней мере, прежде всего, к пациентам. Сейчас он радуется. Он так без боли. И мы гордимся им. Наталья Кичина, Николай Чистяков. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...